У меня слышно, видно ли презентацию. И будем начинать. И начнем мы с проверки актуальности, то есть чем мы сегодня будем заниматься, какие упражнения будем делать и какие проблемы будем разбирать. То есть сегодня мы говорим об области хондроизии позвоночника и о его причинах, ну и, скажем так, механизмах, по которым он развивается. И, соответственно, о том, как с помощью естественных методов, то есть без применения препаратов в легких и в средних случаях, когда, скажем так, в легкой и средней степени тяжести заболевания протекают. В тяжелых, конечно, совсем без препаратов обойтись нельзя, но, тем не менее, скажем так, со временем можно с них все равно уйти. То есть попутно что мы будем делать? То есть мы будем разбирать, как работает хондроц позвоночник, как он развивается, на что воздействует. И в качестве иллюстрации мы будем использовать упражнения, которые можно использовать в качестве своеобразной скорой помощи. То есть что это за упражнение? Это упражнение, которое можно использовать при хронической боли в пояснице. То есть те, у кого, скажем так, пояснично-крестцовый радикулит с большим стажем, те, я думаю, это упражнение примут и на ура, скажем так, возьмут. Поговорим о межреберной невралгии, что это такое, под что она может маскироваться, как она развивается и так далее. И также мы, вот, скажем так, в этом случае сделаем одно упражнение, которое можно использовать, опять же, в качестве скорой помощи. Разберем, что такое нестабильность позвоночника, потому что этот диагноз часто встречается, пишут, что вот, нестабильность там шейно-грудного отдела позвоночника. И непонятно, что с этим дальше делать. Упражнение при, скажем так, межреберной невалгии, его также можно использовать в качестве, опять же, скорой помощи, не медикаментозной при головных болях, которые также могут быть связаны с остеходрозом позвоночника и так далее. Ну и тем, у кого артрозы, артрозы, в первую очередь, нижних конечностей, то есть, тоже будет полезно послушать. Почему? Потому что остеходроз позвоночника и деформирующий остеходроз, артроз и так далее, это заболевания, которые между собой всегда связаны. То есть, если у вас артроз, то это, как правило, приводит к прогрессированию остеходроза позвоночника. Если у вас остеходроз позвоночника, то это приводит, как правило, к прогрессированию артроза. И о том, как это происходит, мы также сегодня разберем, и о том, что можно сделать в этом случае, также я расскажу. Хорошо, сразу предупреждаю, теории будет очень много. Я хочу, чтобы вы понимали, что у вас в организме происходит. Почему? Потому что, грубо говоря, когда вы, скажем так, как вам ставят первый раз диагноз, или когда вы сталкиваетесь с обострением, вы с заболеванием червова оказываетесь один на один. То есть, доктор, массажист, мануальщик и так далее, и тому подобное, он может вам помочь, но он не может вас вылечить. Единственное, кто это может сделать, это вы. А для того, чтобы эту задачу решить, этой цели добиться, нужно понимать, что в вашем теле происходит. Поэтому, ну, я советую, скажем так, не пропускать мимо ушей теорию, и многие вещи, я надеюсь, вам после этого выступления будут более понятны. Итак, ну, пару слов обо мне. Зовут меня Сергей Ли, живу и работаю я в Казахстане. По специальности я врач-терапевт и рефлексотерапевт. Занимался частной практикой, работал в стационаре в качестве терапевта. Как раз-таки в качестве рефлексотерапевта, в качестве массажиста и так далее, я занимался в основном пациентами со стихонрозом позвоночника и с артрозом. Также я в прошлом спортсмен, в настоящее время я инструктор по боевым искусствам и оздоровительным практикам, то есть из медицины я ушел. И сейчас занимаюсь в основном преподаванием, пропагандированием своей собственной системы, которая называется Айки Цигун. То есть сразу, чтобы не вводить вас в заблуждение, система Айки Цигун, это система новодел, то есть это новая система, моя личная авторская. Прямой связи с китайскими практиками, работы с внутренней энергией она не имеет. То есть я там не учился ни у каких китайских дедушек, в Китай не ездил, мне это просто не нужно. Почему? Потому что моя система, те задачи, которые я перед ним ставлю, она решает. Я думаю, вы в этом убедитесь. И вот сегодня те упражнения, которые мы будем делать, та теория, которую я вам буду, скажем так, объяснять, они все, скажем так, относятся к системе Айки Цигун. То есть система Айки Цигун на этой теории построена и с помощью этих упражнений работает. Итак, давайте для начала сделаем каким образом? Напишите, если вот, вы же, я так думаю, не просто так пришли на это выступление, то есть, соответственно, какие-то проблемы у вас есть. Вот если у вас болит шея, в основном, поставьте единичку. Если поясница, поставьте двоечку. Если болит голова, троечка. Так, вот, двоечка пошла. Поясница, да? Так, шея. Хорошо, так, ну, в смысле, в том, что шея болит, ничего хорошего нет, но картина проясница. Головные боли. Так, 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 спасибо, спасибо, молодцы. Активно работаем, хорошо. Так вот, смотрите, первое, что вам нужно понять, если заболевание у вас появляется на верхнем уровне, и стаж у него относительно небольшой, то более чем вероятно, что боль у вас в шее, она связана не сколько с остеохондрозом позвоночника, да? Сколько с его причиной. То есть, остеохондроз позвоночника – это следствие, это не причина. И вот эта причина, она может себя проявлять, вот я ее так напишу, П, да? Двумя параллельно протекающими процессами. Первый процесс, который нам ставят в виде диагноза, это остеохондроз позвоночника. Второй процесс – это миозиты, то есть воспаление мышц. Вот эта боль, да, вот когда речь заходит в основном о шее, чаще всего, особенно если заболевание только началось, или вот, скажем так, началось и продолжается, оно связано не с самим остеохондрозом, а с его причиной. То есть, это просто воспаление мышц. Я не говорю, что это лечить не нужно, да, что это несерьезно. На самом деле нет. Просто, когда вы думаете, что боль связана у вас именно с остеохондрозом, вы попадаете в ловушку, которая вас ставит в тупик, да, вам говорят, что вот у вас остеохондроз, да, шейно-грудной, у вас там разрушаются межпозвоночные диски, из-за этого шея болит и так далее, поэтому вам нужны там какие-то препараты, то все, пятое-десятое. На самом деле, то, что вы получаете, оно снимает только симптомы, оно не лечит непосредственно само заболевание. Если вы хотите от этих, скажем так, болей избавиться, то вам нужно воздействовать на причину, да, тогда вы устраните сразу и те же самые миозиты, и затормозите развитие остеохондроза позвоночника. Второе, вот я почему спрашивал про поясницу. Если у вас болит поясница, то это говорит о том, что у вас, скорее всего, скорее всего, я не ставлю вам диагнозы, ацентирую на это внимание, но, скорее всего, то есть, у вас имеется нестабильность позвоночника, да, в пояснично-крестцовом отделе, это рад. То есть, во-вторых, скорее всего, мы имеем там слабость мускулатуры, мышцы стабилизаторов, которые, по идее, должны держать ваш позвоночник и защищать его от различных неблагоприятных факторов. И в этом случае, вот как раз, когда я буду говорить о том, что нужно делать, закачивать спину или, наоборот, ее растягивать и так далее, вот я на этом сакцентирую внимание. Ну и непосредственно упражнение сегодня будет, как раз-таки для боли в пояснице и для боли в шейно-грудном отделе. Так же мы сделаем. Маргарита, легче может сделать, но не вылечит. Вы сами поймете, почему. Почему не вылечит, но сделать легче. Послушайте дальше. Далее, смотрите. То есть, миозиты – это наиболее частое проявление. Вот сопровождающее остеохондроз позвоночника. То, из-за чего мы идем в поликлинику, идем к доктору, идем на физиотерапию и так далее. Если заболевание зашло уже достаточно далеко, то боль может вызываться не только воспалением мышцы, но и так называемой невралгией, то есть развиваться по типу невралгии. Что такое невралгия? Нерв, да, вот я его так нарисовал, если он по какой-то причине сдавливается в каком-то месте, то он что делает? Он испытывает боль. И вот эта боль, она поступает в наш мозг, мы его ощущаем в каком-то месте. Причем есть одна особенность. То есть представьте себе, что, вот если я вот так разрежу, да, представьте, вот разрез нерва, да, это схема, это не то, что вот как бы, а на самом деле это просто вам для наглядности. Представьте, вот кабель себе. Кабель, и в этом кабеле внутри много разных проводков. Вот, предположим, этот проводок идет у нас к лодыжке, а вот этот проводок идет к колену. Если вот по первому проводку дать электрический ток, то наш мозг получит сигнал о том, что у лодыжки у нас боль. А если по второму дать боль, дать электрический ток, то мозг получит информацию о том, что у нас боль в колене. Понятно, да? Так вот, коварность неврологии в том, что она очень часто имитирует другие заболевания. Вот, предположим, у нас сдавило нерв так, что, грубо говоря, мы раздражаем вот первый проводок. И наш мозг получает информацию, что у нас болит лодыжка. Мы идем к доктору и начинаем эту лодыжку лечить, хотя на самом деле переезжал этот нерв где-то в районе поясницы. Понимаете? То есть, и вас там гоняет, вы делаете на эту лодыжку там различные процедуры, вы их там мазями смазываете и так далее и тому подобное. То есть, вы занимаетесь ерундой. Почему? Потому что в этот момент с самой лодыжкой все в порядке. Не в порядке с тем нервом, который передает информацию нашему мозгу. Так вот, невралгия – это боль, которая вызвана чем? Сдавлением нервов. То есть, она может себя проявлять в виде межреберной невралгии. Она может проявлять себя в виде ишаса. Что такое ишаса? Это боли, которые возникают в результате сдавления седалищного нерва. Мы об этом чуть позже поговорим. Далее. Артрозы. То есть, и очень часто бывает так, что вот это у мужчин чаще встречается. То есть, мужчина с хорошо развитой мускулатурой. Вот, считай, остеохондроз вроде бы его особо не беспокоит. Ничего такого не бывает. Но у него болит плечо. То есть, он плечо поднять не может. Стоит его переохладить немножко и все. Плечо воспаляется. Руку выше плеча поднять невозможно из-за боли и так далее и тому подобное. И он начинает лечиться по этому поводу. Он тоже лечит суставы. На самом деле, по моему опыту, именно артрозы, они как раз таки в основном связаны с чем? С остеохондрозом позвоночника. То есть, и у них та же самая причина, что и у неврологии. И что и у, вот скажем так, непосредственно самого остеохондроза позвоночника. И в этих случаях, работая со спиной, мы что получаем? Артроз просто-напросто берет и проходит сам по себе. И, наконец, головная боль в результате спазма сосудов не связанная с повышением артериального давления. То есть, у гипертоников, у которых давление повышено, у них головная боль развивается немножко по другому механизму. Если у вас давление нормальное или, наоборот, слегка пониженное, то чаще всего головная боль у вас будет связана не с сердцем, не с сосудами и так далее, она будет связана с вашей спиной. То есть, опять же, работая с вашей осанкой, вы получите тот эффект, который вам нужен. То есть, избавитесь от боли. Вот сейчас давайте мы последовательно все с вами разберем. Сначала это вот просто небольшой тест, чтобы вам было понятно, с чем мы работаем. То есть, миозиты, то есть, воспаление мышц. Вот почему мышцы воспаляются? Вообще, грубо говоря, если не подвергать организм каким-то сверхъестественным, естественным, крайне неблагоприятным воздействием, ну, например, там, марафон пробежать, 30-ти градусный мороз, да, голышом, то мышцу застудить ее не так-то просто. Или нерв застудить не так-то просто. То есть, если мышцы или нерв работают в том режиме, в котором должны работать. Но мы их застужаем, то есть, они у нас болят по одной простой причине. То есть, они уже готовы к воспалению. Вот эту готовность мы сейчас с вами определим. Смотрите, вот трапециевидная мышца. Она идет от шеи к плечу. Ну, вот этот участок нас интересует. На самом деле мышца больше. Я потом более подробно покажу. Вот этот отрезок, поделите его пополам. Посерединке. И вот этот отрезок, он имеет толщину. Вот и по ширине поделите его пополам. Плюс-минус сантиметр, ошибетесь, ничего страшного. Вот где эти серединки совпадают, у нас будет определенная зона такая. Попробуйте на эти зоны понадавливать. Поищите болезненность. Справа и слева. Сравните болезненность, вы там найдете в любом случае. Сравните болезненность справа и слева. И напишите мне, симметрична она или асимметрична. И еще один важный момент. То есть, отдает она куда-нибудь или не отдает. То есть, если вы вроде бы нашли эту точку, надавили, а там боли никакой нет. Право, влево, вперед, назад. Слегка понадавливайте с небольшим усилием. Вы найдете там болезненность. То есть, вот, боль симметрична. Хорошо. Хорошо. Так, кто еще что нашел? Так, 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 так. Кто кроме Маргариты сделал? Давайте поактивнее работаем. То есть, я хочу сейчас, вот почему я прошел от вас все время обратной связи. Для того, чтобы ваш мозг включился в работу, для того, чтобы та информация, которую вы сегодня получите, она у вас осталась. Если мы просто слушаем, то у нас, наш мозг, он не воспринимает информацию как важную, как нужно. Ну, и, соответственно, завтра вы ничего не вспомните из того, что сегодня было. Если же вы при этом совершаете какие-то активные действия, то организм начинает воспринимать это как что-то необходимое. Так, ну, я вижу, что кроме Маргариты никто ничего не нашел, да, и либо ничего не сделал. Ну, хорошо, ладно. Для чего, для чего мы это с вами сейчас сделали? Кто сделал? То есть, для того, чтобы вы поняли. Вот, Светлана, болит точка. Я так по-моему, что с одной стороны, да, больше? Угу, хорошо, Светлана. Вот вам как раз сейчас интересно будет следующий слайд. Так, Виктор, симметричная боль. Так, хорошо. То есть, вот типичные две картины – симметричная и асимметричная боль. А кто-нибудь обнаружил, что боль куда-то дает, например, и так далее? Потому что как раз это будет хорошей иллюстрацией, да, и вам будет понятен, что у вас в организме происходит. Давайте начнем с того, что является вообще настоящей причиной, по которой у нас развивается остеохондроз позвоночника, по которой у нас болят мышцы, токана, мурашки по телу, то есть куда-то простреливают. Тоже очень хороший комментарий, спасибо. По которой у нас развивается остеохондроз позвоночника, по которой шея болит, поясница болит и так далее. То есть, вот когда речь заходит о миозитах, причине, и об остеохондроз позвоночника, причиной является что? Скрытое искривление позвоночника, которое есть у всех. Практически у всех. И даже если вчера у вас его не было, то это не факт, что сегодня его не будет. Почему? Сейчас поймите. Смотрите. Вот здесь я нарисовал, грубо говоря, схематичное тело человека спереди. То есть руки, ноги нам тут не нужны, поэтому я их рисовать не стал. Вот у нас позвоночник. Как видите, если смотреть спереди, он прямой. Вот при таком положении позвоночника, то есть прямом, во фронтальной плоскости позвоночника, мышцы все, вот они, они находятся в нормальном тонусе. То есть они не перенапряжены, то есть они нормально работают, нормально кровоснабжаются, с ними все в порядке. И вот такую мышцу застудить очень тяжело. Чтобы она воспалилась, да, без каких-то причин такого не будет. Но стоит вашей осанке немножко исказиться, вот здесь у нас позвоночник искривлен по типу буквы С. Причем для того, чтобы вот этот механизм заработал, не обязательно вот прям такое выраженное искривление. Но может быть совсем мизерным, таким, чтобы доктору прийти, скажете, доктор, по-моему, у меня искривление. Он скажет, не морочите мне голову, идите отсюда. Нет у вас никакого искривления, то есть вы слушаете всякой ерунды в интернете. А почему-то шея болит. Шея болит, потому что у вас хондроз, да, если у вас хондроз позвоночника и так далее. В самом деле, для того, чтобы этот механизм заработал, то есть совсем небольшого искажения осанки достаточно. Что при этом происходит? Вы видите вот на первом рисунке, что у нас? Позвоночник выпрямленный во фронтальной плоскости, он уравновешен. То есть если вы возьмете прямую палку и попробуете поставить ее вертикально, то рано или поздно вы сможете найти положение, при котором она будет стоять сама по себе, и ее держать не надо, она не будет падать. Но если вы найдете вот такую кривую палочку, то вы в жизни ее вертикально поставить не сможете. Почему? Потому что у нее центр масс смещен, и она будет все время падать. Вот при таком положении позвоночника, что у нас происходит? Видите, вот ниже солнечного сплетения у нас позвоночник пытается упасть в эту сторону. Выше солнечного сплетения пытается упасть в эту сторону. Голова тоже пытается упасть вот сюда. Но мы же не ломаемся пополам. Почему? Потому что в ответ на это, на эту неуравновешенность, мозг дает команду мышцам напрячься. И вот у нас, если поясница пытается упасть влево, то с правой стороны, видите, у нас здесь напряжение. Поясничные мышцы и так далее. Выше солнечного сплетения позвоночник пытается упасть вправо, и с левой стороны у нас идет напряжение. Причем, заметьте, напряжение не только на теле, но и на голове. То есть мышцы головы, с какой-то стороны, их тонус будет выше, потому что они напряжены, пытаясь удержать неуравновешенный позвоночник, неуравновешенную голову в вертикальное положение. То есть сразу предупреждаю, что видов искривления позвоночника может быть очень много. То есть вот это буква С русская, может быть по типу латинская буква С. Может быть, ну это уже, как правило, при серьезных искривлениях, когда уже ставится диагноз сколиоз, там чуть ли не винтом закручивает позвоночник. Поэтому, скажем так, это вот только для того, чтобы вам было понятно. Чему вот это ведет? Вот такая картина, она у всех скричается. Возьмите любого человека, и вы, скорее всего, найдете у него симптомы, именно симптомы того или иного искривления позвоночника, которое будет проявлять себя в неравномерном тонусе мышц. То есть вот в начале 20 века психологи, в частности, это был Вильгельм Райх, обнаружили, что у нормального физически здорового человека и психически здорового человека у него будет 7 групп мышц, которые находятся в состоянии повышенного тонуса. То есть это мышцы вокруг глаз. Помните, да, если у нас голова неравновешанная, пытается упасть в какую-то сторону, мышцы головы будут напрягаться. Жевательные мышцы. Вот. Эти мышцы напрягаются, когда? Когда у нас голова неравновешанная, пытается упасть в какую-то из сторон. Понятно, да? То есть за счет того, что у нас телесная чувствительность развита не очень хорошо. Вот представьте, да, мышцы вокруг глаз. Вокруг одного глаза напряжение будет сильным, а вокруг другого – в среднем. Мы из-за того, что у нас чувствительность не очень высокая, мы будем воспринимать, что вот просто глаза напряжены. Хотя по факту мы вообще ничего не чувствуем. Почему? Потому что, ну вот как вы дальше поймете, эти мышцы болят, и наш мозг, он понимает, что искривление он убрать не может, мышцы расслабить не может. Почему? Потому что это приведет к потере равновесия и к возможной травме. Поэтому он, скажем так, не может их расслабить, эти мышцы. Но и боль он тоже терпеть не хочет, поэтому он просто берет и отключает эту чувствительность, восприятие этой боли. Мы перестаем ее воспринимать. Мышца болит, а мы ее не чувствуем. Понятно, да? И вот мы делали предыдущий тест, то есть проверяли, надо для того, чтобы вы поняли, что то, что мы боли в данный момент не чувствуем, не значит, что ее нет. Вы надавили на точку тригерную, вы почувствовали, боль есть. То есть третий блок, это у нас что, трапециевидная мышца, та мышца, которую мы сейчас с вами щупали. То есть вот я вот так контур ее черчу, то есть это большая мышца, парная, а мы сегодня к ней не раз вернемся. В чем, скажем так, коварство? Вот эта мышца, она всегда напряжена практически у всех людей, поэтому массаж воротниковой зоны, он один из самых популярных. В чем ее коварство? Дело в том, что вот напряжение этой мышцы, она отдает вперед. То есть отдает в сердце, отдает в легкие, отдает в органы средостения и так далее и тому подобное. К чему это ведет? Это ведет к спазму. Спазму сосудов, спазму бронфов и так далее. Их тонус также повышается, поэтому давление у нас чуть-чуть выше, чем должно быть. Воздуха мы вдыхаем меньше, чем должны и так далее и тому подобное. То есть вроде бы все в пределах нормы, но все равно чуть ниже, чем должно быть, чем мы могли бы. Далее. Диафрагма. Очень большая мышца дыхательная. Она отделяет грудную клетку от брюшной полости. То есть эта мышца вообще в норме дыхательной. Она должна участвовать в процессе дыхания. Но за счет того, что она напряжена, она эту функцию не выполняет. Поэтому мы в среднем на литр воздуха, ну если вы, конечно, непрессиональный дайвер и так далее, или йо какой-нибудь, который регулярно занимается проноемой, то скорее всего вы, например, на литр воздуха вдыхаете меньше, чем должно. Следующая группа мышц. Это у нас что? Мышцы поясницы. Мышцы живота. Вот эти мышцы тоже находятся в состоянии хронического напряжения. И, наконец, это мышцы паха и ягодицы. То есть вот все эти мышцы находятся в состоянии повышенного тонуса. Почему? Потому что вот как раз, если мы вот каждую мышцу начнем аккуратненько тестировать, то мы выясним, что с одной стороны будет напряжение больше, с другой стороны напряжение будет меньше. То есть в зависимости от того, как у вас спину перекоса бочит. Ну и я выделяю еще восьмой блок. Это мышцы стоп. То есть они у нормального человека тоже находятся в состоянии повышенного напряжения. Так вот, что при этом происходит? Для чего я вам это объясню? То есть вот у нас есть искривление позвоночника, которое может развиться у любого человека. И развивается у любого человека, и есть практически у любого человека. Это ведет к тому, что мышцы стабилизатора, то есть вот те самые, о которых мы сейчас с вами говорили, они начинают напрягаться для того, чтобы вот этот кривой позвоночник удержать. Вертикальное положение. К чему это ведет? Это ведет к тому, что сдавливаются кровеносные сосуды, которые снабжают эти мышцы. То есть вот эти мышцы, они вообще не предназначены для постоянного напряжения. То есть для них неблагоприятный режим работы. Почему? Потому что при постоянном напряжении, как раз таки, вот это происходит с давлением кровеносных сосудов. В итоге мыть затрудняется как приток свежей крови в мышце, так и отток крови из этой мышцы. То есть та кровь, которая из мышцы выходит, она, как вы знаете, содержит в себе влекислый газ, продукты отходов, и так далее, и прочая всякую грязь, которая должна потом из организма быть удалена, почками, печенью и так далее. Поскольку кровоток затрудняется в мышце, что происходит? Начинается самоотравление мышцей. Мышца отравляется собственным, грубо говоря, мышца, она оказывается в положении человека, которого заперечь в камере, кормить, поить, но туалета там нет. То есть если он будет ходить в этой же самой комнате, он рано или поздно в своем собственном, извините, дерьме захлебнется. Вот то же самое происходит с мышцами, которые работают вот в таком режиме. То есть вот это напряжение, хроническое, которое мы с вами только что разбирали, оно практически постоянно, даже во время сна, эти мышцы, бывает, не расслабляются. То есть в таких случаях, когда вот такое происходит, вы ложитесь спать, вы спите положенное время, но вы просыпаетесь и чувствуете себя уставшим, если вы не отдохнули. Почему? Потому что вы спали, а мышцы работают. И вот, вот это самоотравленная мышца, да, которая задыхается, которая вынуждена, скажем так, в своем собственном, извините за выражение, дерьме сидеть по уши, она, естественно, готова уже к воспалению. Ей много не надо, то есть небольшое переохлаждение, она легко воспаляется. Понятно, да? То есть заметьте, я говорю об искривлении позвоночника как о причине. То есть тут слова нет вообще ни одного про остеохондроз. Почему? Потому что остеохондроз позвоночника, это параллельный процесс, который непосредственно вот напрямую на эту мышцу, на начальных стадиях заболевания, не воздействует. Теперь смотрите, невралгия. Ну, про невралгию я уже говорил, что невралгия это результат сдавления нервов, сдавления нервов или защемления нервов. То есть вот давайте начнем с частой локализации, это ИШС. То есть вот у нас есть большой седалищный нерв, который формируется из нескольких нервов, которые выходят между позвонками, в пояснично-крестовой области. И вот он идет по ноге, это большой, толстый нерв. Вот если у вас вот здесь происходит сдавление нерва, что при этом происходит? Мы чувствуем боль по ходу нерва. Причем в зависимости от того, как сдавило, эта боль себя может проявить чем? Болю в колене. То есть причина настоящая вот здесь, в точке 1, а болит в точке 2. То есть либо в точке 1 там какой-то небольшой дискомфорт есть, а боли нет. А вот колено болит так, чтобы прям хоть святых понесить. И вы идете там к доктору, он вам говорит, что у вас артроз, давайте-ка мы вам укольчики, то все, вы там вроде лечи не получаете, а толку нет. То есть и вас начинают мотылять по специалистам, пока наконец вы не попадаете к невропатологу, который говорит, а у вас, скорее всего, радикулит, да, и ущемление седалищного нерва. Понятно, да? Более того, может такое быть, что вообще не будет, если сдавление небольшое, не сильно, вы не будете чувствовать там боли. Вроде бы все нормально, но вот есть какое-то онемение, или ноги зябнут, или еще что-нибудь, да? За счет чего? За счет того, что нерв сдавило не настолько сильно, что это вызывает боль, но уже достаточно сильный для того, чтобы вызывать проблемы с тонусом сосудов, проблемы с чувствительностью и так далее. Понятно, да? Ну и сразу скажу, что если у вас ИШС, да, или заболело колено, заболел козобедренный сустав, появилась боль в лодыжке, то нужно две консультации. То есть, вас должны посмотреть и ревматолог, и невропатолог. Почему? Потому что боли в суставах, они могут быть вызваны как артрозом, да, то есть, который развивается с возрастом, и у людей старше 40 лет уже, в принципе, те или иные симптомы артроза всегда находятся. Если даже ничего не болит, то, по крайней мере, на рентгене уже видно, что в суставах происходит с ними. Так и остеохондрозом. Причем, одно другого не исключает. Эти два заболевания, они могут вместе протекать. Понятно, да? И, предположим, если у вас есть артроз, то вы можете просто-напросто, у вас развивается радикулит, а вы думаете, что это просто вот артроз прогрессирует. Хотя в этот момент надо продолжать в сустав лечить. Хотя в этот момент нужно лечить что? Спину. Теперь, ну и еще один важный момент. Если у вас дошло до ИШАСа, до ИШИОЛГИ, то поясничный отдел, поясничный крестцовый отдел позвоночника, то тут можно предполагать, что нестабильность. Что у вас здесь спина, позвоночник нестабилен, болтается, да? И это ведет к ускоренному прогрессированию остеохондроза. Поэтому, если ИШАС появился, то у вас времени нет. То есть, вы не можете откладывать. Ну, через месяц я этим займусь, через два, через три и так далее. Почему? Потому что заболевание теперь будет прогрессировать быстро. Если вы не примете меры, чтобы восстановить, то, к сожалению, вы сами будете виноваты в своих проблемах. Теперь, межреберная невралгия. То есть, тут она создает большое количество проблем кому? Терапевтам. Потому что она очень часто имитирует что? Боли в сердце. То есть, вот у нас шейно-грудной отдел позвоночника. И вот нервы, которые выходят, вот они идут по межребренным промежуткам. Если здесь у нас где-то идет сдавление, то боль может двигаться. То есть, вот в этой зоне она будет себя проявляться. Опять же, это может быть связано с переохлаждением, может быть не связано с переохлаждением, да? И опять же, вот как в случае с седалищным нервом, может так быть, что сдавление вот здесь, а боль в этом месте нет. Боль в области сердца. Человек искренне думает, что у него болит сердце и начинает там доставать терапевту. Хотя сердцем тут все в порядке. Хотя одно другого не исключает. Когда я вот только начал работать в стационаре, у меня был не конфликт, а такая забавная ситуация. То есть, я работал в стационаре. Естественно, много кардиологических больных, пульмонологических, гастротентрологии и так далее. Все это на мне. Молодой специалист только с института, только интернатуру закончил. И у меня была пациентка бабушка. У нее межреберная неврология. То есть, боль, остеохондроз цветущий и так далее. Вот она жалуется на боли в сердце. Ну, я посмотрел, говорю, бабушка назначил консультацию невропатолога, потому что это его епархия по закону. Если невропатолог есть, я должен сделать, что? Назначить консультацию невропатологу. Проблема в том, что невропатолог не очень квалифицированный. И, в общем, такого лечения бабушка не получала. И вот я обход, я, скажем так, провожу обход. И она начинает возмущаться. Вот вы меня не лечите, да? Вот я уже третий день лежу, у меня сердце, как было плохо, так оно болит постоянно. Я говорю, бабушка, у вас болит не сердце, да? Хотя сердце мы тоже лечим. Он болит. Невропатолог. Вот ты, молодой дурак, ничего не знаешь, только с института. Я говорю, бабушка, вы меня достали. Раздевайтесь. Бабушка там раздевается. Я ее тыкаю в точку, где у нее с давлением. Две минуты массирую. И после этого, скажем так, у бабушки боль проходит. И у меня появляется огромная, скажем так, клиентура на частный прием. Почему? Потому что бабушка мне такой сарафан на радио сделала, что он пальцем, ну, боль, все, избавилась от боли, которая ее мучила там несколько лет. То есть, чтобы вам было понятно, да? То есть, если бы бабушка сразу получила лечение, квалифицированное, квалифицированный невропатолог, то у нее никаких проблем вообще нет. Да? И она бы не мучилась только в этом сердце. То есть, в этом случае, если у вас наблюдается, скажем так, боли в сердце, которые там не... Ну, как вам сказать? Вот при межреберной неврологии. Боль какая? Она длительная. Ноющая, да? То есть, а вот сердечная боль, она другая. То есть, она сжимающая, она кратковременная. То есть, она там, ну, длится там от нескольких секунд максимум до минут. Ну, что, почему? Сердечная боль больше там нескольких минут, это уже, скорее всего, говорит о том, что вы близкий к инфаркту. Понятно, да? Вот это первая разница. Ну, в любом случае, если у вас что-то, какой-то дискомфорт появился в области сердца, то всегда настаивайте на консультации кого? Невропатолога и кардиолога. Это важно. И, наконец, люмбага. Это острая боль в пояснице, которая чаще, ну, конечно, бывает у мужчин. Почему? Потому что люмбага – это боль, которая возникает в результате какого-то усилия. Вы что-то тяжелое подняли, у вас в спине хрустнуло, резкая боль и все. И вы там ни согнуться, ни разогнуться уже не можете. То есть, это уже непосредственно позвонок вы сместили резким усилием, и этот позвонок, он зажал нерв, и пошла острая боль. Да? Я понятно рассказываю? Потому что, если вопросы какие-то возникают, сразу спрашивайте, я постараюсь пополнить. Вот, Валентина, как раз-таки, да, вот то, что вы описываете. То есть, болит поясница, болят стопы и так далее, большой палец и так далее. Вот на это нужно обратить внимание. То есть, ИШС, давление или ущемление сердечного нерва. Ну, тут я вам что могу сказать? Только упражнения практически, да? Но физиотерапия, конечно, лишней не будет, потому что, скорее всего, у вас далеко зашел процесс, в том числе и остеохондрозный процесс. Но восстановитесь, вы, скорее всего, сможете только упражнение. Итак, неврология. В чем причина? Искривление позвоночника. Опять же, то же самое искривление позвоночника, которое ведет к чему? К сдавлению спинно-мозговых нервов. То есть, кривой позвоночник, расстояние между позвонками уменьшается с какой-то стороны. Идет что? Сдавление нерва с этой стороны. Кроме того, опять же, у нас что? Нерв могут сдавливать не только позвонки, да, смещенные. Но и те самые напряженные мышцы, которые у нас напрягаются в результате искривления позвоночника, чтобы его удержать. Они также могут сдавливать нервы. И это ведет к чему? Это ведет все к тому же. Во-первых, ну, непосредственно само давление на нерв, оно ведет к тому, что нарушается чувствительность, да, в той зоне, которую нерв иннервирует. Боль, фантомные боли, да, которые, скажем так, в колени, там, в пятки и так далее, и тому подобное. И, скажем так, нарушение функционирования той зоны, которая управляется этим нервом. Ну, и за счет того, что, скажем так, нерв, он тоже живой, он тоже дышит, он тоже кушает и так далее, и тому подобное, и выделяет продукты отходов, ухудшение кровоснабжения в этой зоне, оно ведет все к тем же самым проблемам. И этот нерв у нас что? Готов к воспалению. Так же. Понятно, да, как это работает. Вот, Валентина, поближе к концу у нас будет упражнение, которое как раз-таки я рекомендую вам попробовать сделать. Теперь пара слов о нестабильности позвоночника. То есть, когда, что предполагать и в каких случаях этот диагноз ставят. То есть, вот вы пошли там, положим, заболела шея, заболела поясница, вы пошли к терапевту, он вас направил к невропатологу, невропатолог отправил на исследование, и вы получаете результат. Нестабильность такого-то отдела, скажем так, позвоночника. Смотрите, вот здесь я схематически изобразил два позвонка и как они между собой соединяются. Смотрите, вот позвонок один. Елена, ой, Ольга, извините, я про это чуть дальше расскажу. Позвонки покрыты в чем? В суставных вещах. И вот между этими хрящами находится межпозвоночный диск. Такое студенистое образование на холодец похоже. Теперь смотрите. Вот, ну я тут уже совсем утрированно, да, изогнул позвоночник. Вот кривой, это совсем кривой, при котором сколиоз, горб. Однозначно. Вот в тех местах, где у нас идет искривление, да, вот здесь, вот здесь и так далее. Смотрите, как будут позвонки находиться. То есть они будут сдавливать этот диск так, что вся нагрузка будет в одной зоне. Примерно здесь. То есть это неравномерная нагрузка. К чему это ведет? Это ведет к тому, что... Так, минуточку. Это ведет к тому, что в этой зоне, где перегрузка, начинается разрушение межпозвоночного диска. И по мере разрушения этого межпозвоночного диска, что происходит? Межпозвоночный диск, у него много задач. Одна из этих задач, что это подгонка позвонков друг к другу. Друг к другу. Маргарита, в вашем случае консультация ревматолога нужна, помимо консультации невропатолога. Потому что это не совсем типичная картина, непосредственно для радикулита. Теперь смотрите. Когда, по мере того, как межпозвоночный диск разрушается, вот эта подгонка одного позвонка к другому, она ведет к тому, что, грубо говоря, если раньше они как ключи замочной скважины к друг другу подходили, то теперь они друг к другу начинают уже, становятся инконгурентны, то есть не подходят друг к другу. И в этот момент вот что? Верхний позвонок, он начинает болтаться. Он становится неустойчивым, потому что опора его неустойчива. Вот это и есть нестабильность. Пару слов о грыжах. То есть, что такое грыжа? В некоторых случаях, вот видите, сейчас я попробую стереть все это дело. Вот стерлся. Смотрите, как давят при таком положении позвонки на межпозвоночный диск. Вот так. Давление, да, и противодействие будут направлены вот под таким углом. И противодействующая сила, она будет направлена под таким углом. И в некоторых случаях, этот диск, вы помните, да, я говорил, что он на холодец похож. Его может выдавить вот сюда. Образуется выпячивание, которое называют грыжей. В каких случаях эта грыжа опасна, в каких нет. Если грыжа давит на нерв, если грыжа давит на спинной мозг, то будет острая адская боль, которая практически ничем не снимается. И в этих случаях единственный выход – это хирургическое лечение. То есть, мы просто удаляем этот диск. Потому что толку от него все равно никакого не будет. Опасность уберем. Если же он выпячивает его в ту сторону, в которую, где ничего важного нет, то такая грыжа не опасна. Имейте это в виду. И в этих случаях, как правило, лечить таблетки, уколы и так далее. Поэтому, когда он пишет, что грыжа тут, грыжа здесь, грыжа здесь – это не приговор. То есть, не паникуйте. Если вы не лежите в это время в стационаре, не готовитесь к операции, то, скорее всего, эта грыжа ни на что не давит. И лечиться вы будете на общих основаниях. Вот теперь вопрос Ольги. То есть, а не менее пальцев рук. Вот, видите, это муляж, это не труп. Потому что труп, он не такой красивый. На котором изображен, что? Шейно-грудной отдел позвоночника. Вот теперь обратите внимание вот на эти нервы. Толстые. Видите? Вот эти толстые нервы, да, как раз-таки вот переход грудного отдела позвоночника в шейно-отдел позвоночника. Они образуют плечевое сплетение и они управляют рукой. То есть, контролируют его. Если не имеют пальца рук, то в этой зоне, скорее всего, у вас проблемы со самым. А если у вас проблемы здесь, да, то, скорее всего, позвоночник кривой весь. Почему? Потому что, сейчас я вернусь на несколько слайдов назад, чтобы вам понятнее было. У нас не бывает такого, чтобы только в одном месте, да, у нас позвоночник искривился. То есть, видите, позвоночник всегда, искривление позвоночника, оно имеет два этажа, минимум. Первый, поясница, и второй, тоже верхняя, да. То есть, ниже и выше солнечного сплетения. И если у вас болит здесь, да, или проблема здесь, то это говорит только о том, что проблема есть и внизу. Тоже. Просто они, там, позвонки мощнее, межпозвоночные диски мощнее и так далее, там процесс разрушения идет медленнее. Поэтому нам кажется, что там все в порядке. И если у вас болит шея, да, или проблема в верхней части, то нам что нужно? Нам нужно разбирать, работать со всей спиной. Так, с нестабильностью мы разобрались, да. И теперь вот пара слов о том, как связано, может быть, вот если у вас плечо болит, регулярно воспаляется, вас, скорее всего, терапевт направит не к невропатологу, он вас направит к ревматологу. Ревматолог вас будет лечить от артроза. Он скажет, что вот у вас артроз, вам нужны противовоспалительные, да, там, давайте диклофенак поколим, вам нужны хондропротекторы и так далее. И оно будет помогать, но временно. То есть эти воспаления будут повторяться регулярно. Почему? Потому что тут механизм очень простой. Вот эти нервы, да, если идет сдавление, то есть они иннервируют что? Плечевой сустав. Сдавление этих нервов идет к тому, что у нас напрягается мышц. То есть идет спазм мышц вокруг плечевого сустава. То есть идет сдавление суставной сумки, кровеносных сосудов. Да, и идет за счет этого что? Ухудшение кровоснабжения. И тот же самый механизм, помните, как с миозитами. Только здесь под удар воспаления и готовность к воспалению дает нам что? Сустав плечевой. И стоит его перехватить, он воспаляется, все, начинается артроз. То есть в этом случае, я не говорю, что надо там, если у вас плечо болит, да, то это не значит, что его не надо лечить. Но вам нужно упор сделать на работу с осанкой, на восстановление правильной осанки. Потому что как только вы эту осанку восстанавливаете до нормального положения, этот артроз в 9-10 случаев пройдет сам по себе. А 10-й случай, это тот случай, когда вы занимаетесь тяжелой физической работой, при которой на это плечо идет большая нагрузка. Понятно, да? Как это работает? И, наконец, головная боль. Тут механизм практически аналогичный. Вот сейчас вы можете что сделать? Смотрите, мы не будем искать точки. Просто возьмите, сделайте что? Найдите у себя линию роста волос. Вот она. И от одного уха, вдоль, двигаясь по этой линии, просто пальцами надавливайте и ищите болезненные места. От одного уха к другому идите, надавливайте и смотрите, где у вас болезнь. И вы сами эти точки найдете, вот, скорее всего, вот эти зоны, у вас будут болезнь. Надавливайте и напишите, что вы обнаружили. Интенсивность боли, отдает она куда-нибудь, не отдает. Вот, симметрично, симметрично. А я пока расскажу, то есть, как головная боль при нормальном давлении или при слегка пониженном давлении связана со спиной. То есть, там причины чаще всего как раз-таки не с сердцем связаны, не с сосудами, а в основном со спиной. То есть, как это работает? То же самое скрывление позвоночника. Напряжение трапециевидной мышцы. Да, вот это у нас трапециевидная мышца. Вот здесь трапециевидная мышца, она как раз-таки переходит в верхний сухожидный шлем и так далее. Так. Вот, 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 вот так. Валентина, сильная боль, симметричная. Прошла физио, магнитная процедура, 11 сеансов иголка. Но ничего не изменилось. Еще мучает шум в голове, непрерывный, шипящий, высоковольный. Валентина, если давление нормально, да, то речь, скорее всего, идет о неврологии. Если же давление повышенное, то нужна консультация невропатолога. Для чего? Потому что это может быть симптомом энцефалопатии, который является осложнением гипертонии, через повышенного давления. И тут надо быстро принимать меры. Почему? Потому что это такое, не очень хорошее состояние. Там, получается, оно развивается при гипертонии за счет гипоксии нервных клеток. Если же давление нормально, то все не так печально. То есть, просто работаем со спиной дальше. Продолжаем. То есть, за счет чего у нас начинает... Так, Анна, если ухо как будто закладывает... Ну, тут много может быть причин. У вас может быть там и серная пробка, да, элементарно. То есть, когда вот ночью вы спите при кожи, потеете, серная пробка пропитывается потом и разбухает. Вы просыпаетесь, но там ухо не слышит. В этом случае просто серную пробку почистить. В более сложных случаях может быть что? Опять же, та же самая невралгия, да? Когда идет ущемление какого-то нерва, который нервирует именно эту зону. Либо это может быть... Вот это самое, скажем, докатит. Тут что? Ну, естественно, начинаем с лор врача. Вот Ирина Варинголога. Продолжаем с невропатологом. И так далее. Так. Наталья Протрузи, грыжа шеи. Вот как раз то, о чем мы говорили на предыдущем слайде. Так вот, давайте мы сейчас с вами закончим с головной болью. И у нас там дальше как раз упражнение пойдет. Как раз при межреберной невралгии и при головных болях. Но я сразу должен предупредить относительно упражнения. Это упражнение, оно само по себе вас не вылечит. Почему? Потому что лечит комплексный подход. И когда мы про ошибки будем говорить, вы поймете, что одно упражнение, оно погодник, она не делает. Нужно комплекс сделать. Которое прорабатывает всю спину. Ясно, да? Итак, как развиваются головные боли? Тут все то же самое. Искривление позвоночника, спазм мышц. В данном случае трапециевидные мышцы. Вот этот спазм, он будет отдавать куда? Вот сюда. Кто, кстати, еще болезнь у себя нашел? Пишем, пишем активнее. Это не сколько мне нужно, да? Я-то знаю, что многие из вас сейчас найдут. И кто не поленится. И практически все найдут. Не поленится надавить и так далее. Это больше вам нужно. Почему? Потому что вы сейчас восстанавливаете контакт с вашим телом. Обнаруживаете, что у нее все там радужно, как вам казалось. И так далее. И вы помимо этого сейчас отрабатываете технику самомассажера. Которую вы можете использовать потом. Вот смотрите. Вот во всей этой зоне, да, куда дают напряжение, у нас будет спазм кровеносных сосудов. В том числе, плюс у нас здесь проходит еще позвоночная артерия, спазм которых ведет к ухудшению кровоснабжения головного мозга. И при перемене погоды, при стрессе, перенапряжении, что происходит? У нас сосуды сужены. Да? А когда выбрасывается гормон стресса, то есть перемена погоды – это стресс, перенапряжение – это стресс и так далее. Они тоже сужают сосуды. В итоге сосуды, что, спазмируются и кровоток резко уменьшается, нервные клетки начинают испытывать, что, числородное голодание и мы получаем головную боль. Понятно, да? Поэтому это, вот, кстати, я об этом всегда говорю, если у вас голова заболела, то ее терпеть не надо. Почему? Потому что любая головная боль, вне зависимости от причины, то есть причина спазм, или причина повышения давления, или причина понижения давления, в любом случае вы всегда будете иметь дипоксию и смерть нервных клеток. То есть вы, грубо говоря, тупеете в этот момент, когда у вас голова болеет. И эту головную боль, тут все средства хороши, ее нужно снимать быстро. Ясно, да? И тут, в этих случаях я говорю, выпей таблетку, не пачки. Ну, извините за мой жаргон, да? Но оно так и есть. То есть быстренько выпейте таблетку, сбейте эту головную боль, устраните ее. Почему? Потому что, как только вы ее устраните, у вас становится нормальное кровоснабжение головного мозга, и вы нервные клетки терять не будете. Потеря нервных клеток – это первый шаг к чему? И второй, и третий к старческому слабовому. Оно нам не нужно совершенно. Вот сейчас смотрите. Когда у вас болит голова, предположим, погода поменялась, и голова тяжелая, чугунная и так далее. Вроде острой боли нет, но вот нехорошо. Или у вас дискомфорт, предположим, между лопатками, чувствуете, что не очень хорошо. Музыриные урологи. Или боль отдает откуда-то. Вы можете попробовать сделать вот это упражнение. То есть это упражнение из программы «Айки Цигун-1. Здоровая спина за 10 минут». Комплекс, который работает непосредственно с позвоночником. Как делать это упражнение? Первое, чтобы вы должны понять, ничего не дергаем. Все делаем очень плавно и очень мягко. Знаете, вот когда утром подтягиваетесь после сна, в свое удовольствие, но не с таким усилением, чтобы порвать все мышцы, чтобы что-нибудь все вывернуть. То есть просто подтягивайтесь с удовольствием. Вот вы должны в таком же режиме работать. Положение на полу, на матрасе, на чем-то мягком, это упражнение делать нежелательно. Можете коврик постелить. Или тонкое одеяло. Но поверхность должна быть ровная и твердая. Вот вы легли. Ноги в коленях согнуты. Угол сгибания не принципиальный. Самое главное, чтобы не было дискомфорта в коленях. Это касается тех, у кого проблемы с коленами в системе и так далее. То есть если вы не можете так сильно согнуть колени, то и не надо. Самое главное, чтобы они были согнуты, а насколько это уже не принципиально. Расстояние между коленями ширина плеч и между стопами тоже ширина плеч. Потому что женщины обычно любят сделать как-то. То есть они стопы ставят на ширине плеч, а колени внутрь заваливают. Это неправильно. То есть колени и стопы должны быть на одинаковой ширине. Далее руки за спиной, то есть пальцы переплетаем. И что мы делаем? На вдохе очень аккуратно, очень мягко мы прогибаемся в пояснице. Идеально, если вы будете прогибаться вот куда? В этом направлении. Вот сюда. Тут работаем как? Очень мягко. То есть начали прогибаться, почувствовали натяжение в пояснице. Все достаточно, стоп, дальше не идем. Почему? Потому что многие из вас, особенно те, у кого нестабильность в этом отделе, вы можете, если большое усилие приложите, вы позвонок можете на место ставить, вправить. Это будет больно. Это вас не убьет, это не причинит какого-то серьезного вреда, но это может вызвать обострение. Нам это не нужно. Лечебный эффект, чтобы получить, нам таких усилий не надо героически. Поэтому на вдохе медленно прогибаемся, почувствовали натяжение, пускай даже небольшое, все достаточно. На выдохе мы поясницу начинаем возвращать назад, пытаемся прижать ее к полу, и одновременно с этим руками, руками тянем голову вперед вверх, вот в этом направлении. Видите? Вот когда вы так начнете голову поднимать, у вас начнет натягиваться вот задняя часть, то есть затылок, задняя поверхность шеи и область между лопатками. Вот когда это натяжение вы почувствуете, появилось натяжение, все, тоже стоп. Не надо голову пытаться там сломать, сюда воткнуть. Это неправильно будет. То есть почувствовали натяжение, все, стоп. Опускаем голову руками на пол и расслабляемся. Понятно, да? То есть и на этом цикл упражнения заканчивается. То есть вдох, прогибаемся в пояснице, выдох, поясницу пытаемся прижать к полу, опять же с небольшим усилием. А голову тянем вперед вверх, так, чтобы натягивалась задняя поверхность шеи, затылок и область между лопатками. Только почувствовали, пускай небольшое натяжение, все, стоп. Опускаем голову, расслабляемся. Важный момент. Чаще всего люди какую ошибку делают? Они голову поднимают мышцами шеи, да, то есть мышцы шеи напрягаются, а руками ее поддерживают. Это неправильно. Мышцы шеи у вас должны быть полностью расслаблены. Вы поднимаете голову строго руками. Понятно, да? И еще важный момент. Это не упражнение на прокачку пресса, потому что многие в этом позиции пытаются пресс качать. То есть они пытаются там рывками как-то выдвинуть. Чисто руками, просто оторвали голову от земли. Натянулось, все, опускаем. Мышцы пресса тут вообще, или вообще не напрягаются, если вы хорошо его делаете, либо напрягаются совсем чуть-чуть. Важный момент. Сделайте 3-4 раза. Для начала этого достаточно. В сложных случаях 5-6, максимум 8 раз. Больше 8 раз делать не нужно. Не потому что это принесет какой-то вред, просто, как вам сказать, нарушится баланс между тонусом мышцы, да, и, скажем так, это не те упражнения, которые можно делать сколько вам хочется. То есть минимум 3-4 раза, в среднем 5-6 раз, максимум 8 раз. Больше 8 раз делать не нужно. Когда я буду говорить о том, что там закачивать или расслаблять, или растягивать мышцы, да, я объясню почему. Количество имеет значение. Вот 3-4 раза для начала сделали, этого хватит. У вас в процессе этого упражнения может что произойти? Может что-то щелкнуть, да, там, в этом месте. Нормально, этого бояться не нужно, это у вас просто позвонок на место стало. То есть он был смещен, и вот он выкинулся. Когда упражнения закончили, сначала сядьте, сразу не вскакивайте, не вставайте прямо. Почему? Потому что у вас сейчас мощно мышцы начнут расслабляться, вот те самые напряженные мышцы, о которых мы вначале говорили, которые легко воспаляют. Мышцы, когда расслабляет, там кровоснабжение восстанавливается. И в этот момент туда большое количество крови уходит. Поскольку ваш организм от этого отвык, если вы резко вскочите, у вас кровь от головы может отклонить к этим мышцам, и голова закружится. Нам этого не нужно. Поэтому сначала сели, 2-3 секунды посидели, чтобы организм сориентировался, адаптировался. Потом встаем, встаем по стоечке смирно, пятки вместе, носки врозь, выпрямились, 2-3 секунды постояли. Вот только после этого можно продолжать заниматься своими делами. Это важный момент, принципиальный момент, и я чуть позже объясню, для чего это нужно. И напишите, что у вас получилось, какие ощущения возникли. И напомню, когда мы это упражнение можем сделать. И с чем его можно сочетать? Вот помните, мы вот эту зону аккуратненько пальцами проминали. Да, чтобы посмотреть, что у нас получилось. Вот при головных болях это у нас может выступать в качестве самомассажа. Также, вы можете при головной боли вот такой, что сделать? Есть такая дешевая крайняя вещь, называется декликатор Кузнецова. То есть, вот я сейчас нарисую, да, трапециевидная мышца. Но всегда, скажем так, я, правда, об этом на других вебинарах говорю, если у вас голова болит, первое, с чего нужно начинать, это всегда проверить давление. Почему? Потому что при повышенном давлении, при пониженном давлении. Так, Олег, легкость в голове. Отлично. Хорошо. Правильно сделали. кто еще сделал? Теперь смотрите. Вот я нарисовал, да, вот это лопатки, верхняя часть у нас. Это трапециевидная мышца. Вот и плекатер Кузнецова. Стоит он, копейки. Кладете его на подушку и ложитесь так, извините, что-то у меня немножко подвисло, да, презентация. И ложитесь на этот аппликатор Кузнецова так, чтобы воздействие шло. Вот, задействовалась немножко вот эта зона, задняя поверхность шеи и область между лопатками. То есть, вот там вот эти иголочки, этого аппликатора Кузнецова должны воздействовать, чтобы снять спазм. Не только мышцы, да, трапециевидные, которые ведет к этим, вода, но и, что, воздействовать непосредственно на сами сосуды. Ясно, да? То есть, это вдобавок к этому упражнению. А вот это упражнение, оно что делает? Оно делает, скажем так, оно растягивает, делает так называемую тракцию верхнего отдела шейно-грудного отдела позвоночника, оно слегка его растягивает, да, снимается спазм также этих мышц. И плюс ко всему создаются условия для чего? Для восстановления правильной осанки в этой зоне. Так, я по-прежнему жду ваших комментариев, да, но я так понимаю, что вы сейчас делаете это упражнение, просто у нас времени очень мало осталось, всего 30 минут. Информации еще много, и упражнение тоже есть. Теперь о том, почему у нас позвоночник-то искривляется. Наш организм, он вообще не глупый, он просто так ничего не делает. Всегда, если у вас кривая спина, спина укривая у всех, есть на то причины. Что это за причины? Первое, это у нас артрозы или артриты суставов ног. Работает все очень просто. Предположим, у вас начался процесс дегенеративный, да, в коленке, или у вас шпора, или у вас косточка в стопе, да, вам, естественно, больно, или какой-то дискомфорт вы испытываете при ходьбе, при стоянии при ходьбе. И вы рефлекторно что начинаете делать? Вы начинаете с больной ноги вес переносить на здоровую. к чему это ведет? Это ведет к тому, что у нас перекашивается таз, видите, а далее, поскольку у нас позвоночник, вернее, крестец соединен жестко достаточно с позвоночником, у нас вот позвоночник начинает искривляться, формируется искривление. Понятно, да? Может быть и наоборот, то есть, когда у вас остеохондроз, вы ходите не искривление, и при этом за счет того, что спина у вас кривая, у вас большая часть нагрузки ложится на какую-то одну ногу. А поскольку артроз это заболевание, которое развивается в ответ на перегрузку, то там артроз начинает развиваться быстрее. Вторая, более сложная причина это что? Это болезни внутренних органов. Вот на этой картинке что у нас есть? У нас тут изображены так называемые зоны Захарьина-Геда или рефлексогенные зоны. То есть, вот эти два ученых Захарин и Гед, они параллельно друг к другу обнаружили следующее явление. При заболеваниях внутренних органов в ответ на вот это заболевание в определенных местах тела возникает что изменение скажем так тонуса, чувствительности и так далее и тому подобное. То есть, вот эти зоны они назвали рефлексогеном. Что это такое? По сути дела при боли в любом внутреннем органе эта боль на месте не сидит. Она куда-то отдает. И насколько далеко она отдает зависит только от ингрессивности этой боли. То есть, при сердечной боли боль сердце может отдавать в руку. Поджелудочная железа может отдавать туда в спину. Почки, поясницу, мочеточники, пах, прямочеками болезни часто такое бывает и так далее. То есть, он легкий, вверх отдает. Чему это ведет? Вот, предположим, смотрите, у вас, сейчас я сотрусью, так, кроме Олега, кто еще сделал упражнение, что у вас там получилось, что вы чувствуете? Такое ощущение, что не упражнение, а оружие массового поражения. Все сделали и все пропали. Так, Валентина, небольшая боль в правой половине спины на уровне лопатки потом прошла. Вот, хороший комментарий, да, почему я прошу вас писать комментарий, помимо всего прочего. Смотрите, когда вы делаете упражнение, вот вы чувствуете, да, вы начинаете натягивать и вот где-то чувствуете дискомфорт или болезненность. Усилие уменьшите настолько, чтобы вы вот, как бы, тень этого дискомфорта почувствовали, но самой боли, до самой боли не доводить. Понятно, да? То есть, подбирайте амплитуду так, чтобы до боли не доводить. Мы, Лайки Цигун, через боль, через усилие, мы не работаем. Вот тогда вы получите максимальный эффект. Вы, это как его. И вот, когда мы следующее упражнение будем делать, для поясницы как раз-таки, тоже, Валентина, вот этот принцип используйте. Понятно, да? Теперь смотрите. Вот, предположим, у нас проблема с почкой. Там, пилонефрит, мочками на болезни, так далее. То есть, боль из почки отдает поясницу. В этом месте у нас что, поясничная мышца, ее тонус повышается. Она начинает позвоночник тянуть в свою сторону. И у нас начинает развиваться что? То же самое с поведением позвоночника. Понятно, да? Поэтому, вот, когда люди начинают заниматься восстановлением правильной осанки, да, которая является, по факту, одной из причин главных остеохондроза позвоночника и так далее, и то я говорю, что первый год это у нас период так называемой чистки. Почему? В этот период у людей меньше болит спина, то есть, либо вообще боль проходит и так далее, но они внезапно начинают как-то у них начинают вылазить мелкие болячки. То есть тут, там, то, все и так далее, и так далее, и тому подобное. И все это надо лечить, и все это раздражает. И многие люди из этого бросают заниматься, и говорят, ой, начал одним заниматься, да, все повылазил. На самом деле, в этот момент ни в коем случае не надо бросать все это дело, нужно продолжать. Почему? Потому что в этот момент организм от всех болячек, с которыми он не мог раньше справиться, он начинает избавляться. И лечиться не в этот момент легче. А почему начинаются вот эти обострения? Потому что, смотрите, вот эти зоны Захарина и Геда, как они формируются? То есть, смотрите, вот боль, как я уже говорю, она никогда на месте не сидит. То есть, она всегда куда-то двигается по ходу нервных стволов, там, и так далее. И двигается вот в направлении вот этих самых рефлексогенных зон. Для чего это? Это защита от болевого шока. То есть, когда боль размазывается, да, вот по большой площади. Наталья, наоборот, все постепенно прошло благодаря вашей системе. Отлично. То есть, ну, люди сами понимаете, разные, да? То есть, бывает, что все-таки большой букет хронических заболеваний, просто он об этом не знает. Он тело забито, он этого не чувствует. Он начинает заниматься, и вот они начинают все потихоньку вылазить. Так вот, смотрите, представьте, что вот вы получили, там, орган болит с силой, там, ну, 10 условных единиц. Вот если эти 10 условных единиц боли будут в одном месте, то вы получите болевой шок. А если эту боль размазать, да, по ходу, скажем так, в направлении рефлексогенной зоны, то у нас те же самые 10 единиц, они размажутся так, что в каждой отдельной точке будет, там, по-моему, всего одна единица боли. Понятно, да? То есть, и мы болевой шок там не получим. Но в этом и проблема. Почему? Потому что у организма возникает соблазн проигнорировать все это дело. То есть, если боль размазалась, она не такая сильная, то можно особо ничего не делать, особенно если ресурсов не хватает бороться с заболеванием. Когда же мы начинаем восстанавливать правильную осанку, у нас эти мышцы что? Расслабляются. И вот эта боль, она возвращается в тот орган, из которого пришла. Понятно. Да, и тут уже организм не может это игнорировать, вы вынуждены что делать? Заниматься лечением. Поэтому вот этот период чистки он самый благодарный, потому что влазят те заболевания, ну как вот, обычно врачи ругаются, где вас носило, да, вот пришли, запустили заболячку и так далее и тому подобное. Так, Нина, если в левую ногу отдает, то это что, ЖКТ непорядок? Скорее всего, это как раз таки, ну, в зависимости от того, как отдает, это может быть связано с седалищным нервом, это может быть связано, скажем так, с мочеполовой сферой вашей, то есть, при воспалении при датках и так далее, то есть, не обязательно ЖКТ может быть. Теперь смотрите, вот, что нам нужно делать, если мы хотим восстановить здоровую спину? Первое, мы всегда должны начинать с причины. Вы скажете, ну хорошо, у меня камень в почке, что я могу, как я могу сделать? Да, если есть возможность, то камень нужно раздробить, выяснить. Но, даже если мы, предположим, ничего не можем сделать с воспалением в почке или с, панкреатитом, или еще с чем-нибудь, то на что мы можем воздействовать? Мы можем воздействовать на следующее звено, то есть, вот, разный тонус, например, поясничных мышц. В одной мышце сильно напряжена, в другую слабо напряжена. То есть, если мы выровняем тонус этих мышц, снимем лишнее напряжение, то что происходит? К позвоночнику возвращается дикость, и он может принять правильное положение. Если у нас проблемы с суставами, то что мы делаем? Когда мы выравниваем правильную осанку, восстанавливаем ее, то у нас нагрузка возвращается на больной сустав. Начинается обострение артроза, но в этот момент мы что делаем? Мы просто начинаем бороться с артрозом, и опять же, с помощью упражнений. Упражнения такие у меня есть, и поэтому это не так страшно. Далее, то есть, вот мы воздействуем на причину, на ближайшие следствия, и снимаем что? Вот этот самый мышечный спазм. Это хроническое мышечное напряжение, потому что оно что делает? Оно, с одной стороны, стабилизирует спину, оно держит вот этот кривой косой позвоночник, не дает ему там гнуться дальше. Но если мы правильной последовательностью, то есть, двигаясь снизу вверх, постепенно прорабатывая все крупные мышечные группы, если мы убираем этот спазм, позвоночник возвращается к гибкости, и он начинает искать правильное положение. Запускается механизм саморегуляции нашей ассенции. И вот, когда он, по мере того, как он находит правильное положение, он находит такое положение, при котором напряжение вот этих мышц, которые раньше держали все и, скажем так, напрягались, оно не нужно просто. И эти мышцы, они возвращаются в нормальный тонус, начинают нормально кровоснабжаться и так далее, все, они уже не воспаляются. Плюс ко всему, когда у нас выравнивается осанка, у нас что? Выравнивается нагрузка на вот эти межпозвоночные диски. Да, разрушение межпозвоночных дисков, это и есть эстехонрус. Понимаете? То есть, снимается давление с нервов, и все это у нас постепенно начинает проходить. И вот теперь, третья фаза, это стабилизация новой осанки с помощью формирования системы сухожильных мышечных перьянов называют. То есть, которые эффективно работают, намного эффективнее, чем вот эта система мышечных напряжений и так далее. И вот тут мы сразу выходим на что? На вопрос, что нужно делать со спиной, растягивать ее или закачивать? Вот тут это очень важный момент, принципиально важный. Почему? Потому что, если вы на чем-то одном зациклитесь, то вы можете себе очень серьезно навредить. У нас в интернете два лагеря, два, скажем, противоборствующих. Одни говорят, все причины, да, остеохондроз это выдумка, это, скажем, на самом деле боль свинья обусловлена спазмом мышц, да, вот про который я вам говорил. И эти мышцы надо растянуть, чтобы их расслабить. Тогда боль пройдет и все будет замечательно. Вторая группа, скажем, их противники, они говорят, что на самом деле все проблемы из-за того, что мышцы спины слабые, они не держат спину, спина болтается, да, она нестабильна, это ведет прогрессирование остеохондроза. Спину надо закачивать. И вот они там что-то не до драки, да, между собой там полимир спорят. Смотрите, важно понимать, что растяжка мышц спины. Вот это наиболее, скажем так, опасная ситуация. Почему? Потому что вот у вас болит спина, вы сидите, естественно, там первое время вы просто ищите какую-то информацию и вам пишут, что натыкаетесь на сайте, там где-нибудь ВКонтакте, на Фейсбуке, да, вот комплекс упражнений для спины, 10 упражнений, которые избавят от боли спины. Вы смотрите, там человек тянет, так мышцу тянет, так мышцу, вы начинаете расстегивать, буль проходит. О, замечательно. И вы начинаете комплекс регулярно делать. Но проблема в чем? Есть, скажем так, краткосрочные результаты, есть долгосрочные результаты. Вот краткосрочные результаты, если мышцу напряженную, болезненную, аккуратненько тянуть, то она расслабится. Если мышца расслабляется, боль проходит. В долгосрочной перспективе, любое растягивание мышц, оно ведет к тому, что тонус мышц падает, который стабилизирует вашу спину. А поскольку вы не нарабатываете новую систему стабилизации, то вы получаете как раз-таки нестабильность позвоночника, которая ведет к чему? Потому что вот как раз-таки тот самый процесс разрушения межпозвоночных дисков быстро начинает прогрессировать и идет что? Идет как раз-таки боли начинают развиваться по типу невралгии, когда идет сдавление нервов и это все очень плохо, очень печально. И фона любителей растягивания спины, многие из них рано или поздно с этим сталкиваются. Потому что я вот читал где-то на форумах, где мою систему обсуждали, товарищ сжаловался как раз-таки на то, что вот он с помощью упражнений себе вот так спину разболтал. Это невыдуманная опасность, я сам через эту фазу прошел свое время, то есть делал такую ошибку, правда было еще в институте. Поэтому мы мышцы спины, то есть если тупо растягивать мышцы спины нельзя, потому что вы можете сделать себя в долгосрочном. В плане намного хуже. Второе, закачка мышц спины. Вот оно, кстати, в долгосрочном плане к чему ведет? Оно ведет к тому, что в краткосрочном это может привести к тому, что вам придется через боль тренироваться. Как моя одноклассница, мы встретились, она говорит, вот у меня там были серьезные проблемы с поясницей, меня заставляли закачивать поясницу через боль, ну а там, говорит, речь зашла о том, что я чуть-чуть ходить не могла. Через адскую боль и так далее, и все стало хорошо. Я говорю, ну замечательно, ну зачем? Можно было проще все это сделать. Но, тем не менее, ей помогло это нормально. То есть, но в долгосрочном, да, частота обострений у нас что? Снижается. Действительно так. Почему? Потому что мышцы, мы, грубо говоря, те самые мышцы, которые испытывают дискомфорт из-за постоянного напряжения, мы их тренируем, приучаем к этому дискомфорту. Но проблема в том, что вот эти мышцы, они, вот эту самую неверную осанку, которая ведет к сдавлению нервов, да, хроническому мышечному напряжению, мы ее закрепляем. Понятно, да? И как раз таки это будет приводить к чему? Это на первый взгляд ничем себя не проявляет, но вы вспомните, что неверная осанка, да, она негативно сказывается на нервах наших, спинномозговых. А спинномозговые нервы, они что? Управляют всеми нашим телом. То есть, фактически, вот эти все явления негативные, они проявляются на уровне целостного организма. То есть, это может проявиться в виде гастрита, да, хронического. То есть, вроде таблетки пьете, вроде питательство правильно, да, вот, организм плохо переваривает пищу, и так далее. То есть, хотя, вроде спина невесколько. На самом деле, это все связано с позвоночником. Особенно гипооцидный гастрит, да, с пониженной кислотностью, он чаще всего как раз связан с проблемами с осанкой. Вот сейчас мы с вами, что это с вами сделаем? Вы скажете, вот, всех раскритиковал, а, что делать, растягивать или закачивать? На самом деле, важна последовательность. Но вот, вот это упражнение, которое мы сейчас с вами сделаем, это оно как раз-таки при хронической боли в спине, то есть как раз-таки, и шанс, радикули, да, пояснично-крестцов и так далее, когда боли часто, обострения часто, и вообще постоянно у нас какой-то дискомфорт, вот это упражнение одновременно и растягивает мышцы, что снимает боли, и в то же время одновременно это их закачивает. Вы сейчас посмотрите, как это делать. Вообще, на самом деле, это упражнение из комплекса, который, ну, скажем так, у него много других целей, да, но его можно использовать и в этом качестве. То есть те, кто занимается по моей полной программе, я думаю, этот комплекс узнали, это комплекс формы столборта. Что нам для этого упражнения нужно? Только стена, больше ничего. Вот складываем пальцы вот в такое положение, да, треугольник образуется большими пальцами и указательными. Подходим к стене и вот этим ладонью, сложным вот таким треугольником, ставим на стену, кладем. Примерно, на уровне лица вашего. Ноги ставим на ширине плеч. Положение стук тут особо не принципиально, скажем так, вот я стою, как обычно. на схеме немножко в стороны смотрят, пятки ближе к друг другу. Теперь, что нам нужно сделать? Слегка опустите локти вниз. Вот видите, вот слегка локти у меня согнут. Сильно сгибать не надо, но вот чуть-чуть совсем. И отшагните от стены примерно, то есть если я стоял раньше здесь, примерно на полшага на шаг. если у вас физическая форма низкая, да, то буквально на полшага отшагните. Видите, вот в этом положении что? Я навалился на стену. Дыхание не запираем, сейчас дышим, дышим, кому как удобно, грудью, животом, ну, не забывайте, что дышать надо. Пятки можно слегка от пола оторвать, буквально там на полсантиметра. Когда вы так сделаете, вы почувствуете, что у вас все тело начинает натягиваться. Спина напрягается, ноги напрягаются, руки напрягаются по внешней стороне. Это нормально, все хорошо. Теперь, если у вас боли в пояснице какие-то, да, или дискомфорт, и так далее, вы его, думаю, сейчас чувствуете. Или наоборот, вы можете почувствовать, что он уменьшился. Но это еще не все. Смотрите, что нужно сделать. Вот ваш крестец, да, вот ваш крестец. Попробуйте таз подвернуть вот так немножко вперед. Когда вы так начнете делать, у вас что? Вот у вас здесь в пояснице начнет появляться натяжение. Поясничные мышцы начнут натягиваться. При попытке таз слегка подать вперед вот этим круговым движением. Вот так. вот вы почувствуете натяжение, что поясничные мышцы у вас натянулись. Как почувствовали, да, это натяжение? Все, это нормально. То есть, если вы это натяжение чувствуете, то вы однозначно упражнение делаете правильно. Вот теперь в этом положении начинайте что делать? Вдох, переносим вес примерно, ну там, чуть-чуть. Таз смещаем на одну ногу, да, вдох, когда вы так сделаете, у вас одна сторона спины натянется сильнее. Выдох, возвращаемся обратно на середину. Потом вдох, буквально на 1-2 сантиметра переносим вес на другую сторону, таз смещаем. У вас теперь другая поясничная мышца натянется, выдох, возвращаемся в исходное положение. Теперь обе натянуты. Понятно, и вот так сделайте по 3-4 раза на каждую сторону. Вдох, вес медленно переносим на одну сторону, таз смещаем на 1-2 сантиметра в одну сторону. Выдох, возвращаем на середину. Вдох, на другую сторону, на другую ногу, таз смещаем на 1-2 сантиметра, выдох, возвращаемся в исходное положение. 3-4 раза. Если чувствуете усталость, то заканчивайте упражнение, то есть не надо через силу это делать. Вы можете несколько подходов сделать, но не доводить до сильного тандемия. Не нужно. Понятно, да? Когда упражнение закончите, то есть 3-4 раза на каждую сторону, это максимум хватит, больше не нужно. Станьте опять по стоечке смирно, прямо, потом можете немножко тазом покрутить, и понаблюдайте за ощущениями в пояснице. Что в вашей спине, в анекинах, напишите, какие у вас ощущения в ноге, особенно у кого вроде кулит, и так далее. Понаблюдайте, что происходит. Я пока расскажу, что помимо всего мы с вами сейчас сделаем. Я думаю, вам уже понятно по ощущениям, когда вы делаете упражнение, что у вас мышцы здесь не расслабляются. Обычно как мышцы пытаются расслабить полностью. Здесь же мы играем тонусом, то есть мы сохраняем мышцу напряженной, но заставляя ее в этом состоянии работать, мы добиваемся той ситуации, при которой тонус мышцы выравнивается. Маргарита, чуть легче в пояснице. Хорошо. Особенно это хорошо упражнение работает, грубо говоря, когда у вас боль заметная, выраженная. Вы можете еще один подход сделать сейчас. Попробуйте натянуть поясницу, так, чтобы вы эту боль чувствуете, что еще чуть-чуть вы сильнее поясницу натянете, и уже будет больно. И вот в этом положении, когда вы нашли позицию, положение таза, поясницы и так далее, вот так же поделайте с ноги, на ногу, попереминайтесь аккуратно, чтобы будет чуть больше натяжения, чуть меньше, чуть больше, чуть меньше, да, вот так. И тогда, скажем так, после следующего подхода у вас боль еще больше изменится. Вы говорите, попробуйте еще один подходик сделать сейчас. то есть, в принципе, понятно, не надо делать за раз 30 повторений, это не принесет вам никакого эффекта. Валентина, при выполнении были боли в руках и ногах. Валентина, то же самое, то есть до боли не доводим, подбираем то, скажем, положение, при котором, то есть меньше от стены отходитесь, меньше на нее наваливайтесь, то есть работайте больше на ощущениях, ясно, да? Найдите то положение, при котором боли нет. И напишите, что у вас с поясницей, что у вас с ногой сейчас, какие ощущения там. Теперь, теперь, то есть, важно, чтобы вы понимали, если вы делаете упражнение, у вас что-то болит, значит, вы слишком много усилий прикладываете, да, даете слишком большую нагрузку. Надо нагрузку просто уменьшить. Ясно, да? Теперь, почему именно это упражнение? То есть, ну, первое, да, оно не убивает тонус ваших мышц, но оно возвращает его к нормальному. То есть, это ведет к тому, что у нас что, боль? Уменьшается, а то и проходит вообще. Кроме того, вот здесь мы аккуратно создаем условия для того, чтобы у нас появилась возможность позвонкам, если они смещены, поясничной области, так далее, вернуться на место, назад. И, наконец, последнее, очень важное, я считаю, одно из самых важных. Это упражнение, что делает? Оно натягивает, так называемый, сухожильный мышечный меридиан. Что это такое? Это система стабилизации позвоночника и суставов, которые у нормального человека не работают. Почему? Потому что для запуска этой системы нужно что? Жизнь в диких, либо жизнь в диких условиях, то есть, у животных диких, у людей физически тяжело работающих, недоедающих и так далее, у них вот эта система работает. У современного человека, который живет в благоприятных условиях, она не включается. И мы можем запустить ее либо тяжелой жизнью, что нам не нужно, потому что она сама по себе пользы не приносит, либо с помощью упражнений, в том числе, вот по типу такого. Что такое сухожильный мышечный меридиан? Это не какие-то там энергетические каналы, нет. Это мышечные пучки, вот видите, темно-красным я выделил, да, вот эти определенные траектории. Мышечные пучки и сухожилия, которые мы в процессе выполнения вот этих упражнений учим работать согласованно. То есть, и так, что при напряжении они, видите, образуют вот такие траектории, линии. Вот это и есть сухожильно-мышечные меридианы. Видите, как они идут? Они идут вдоль позвоночника, что спереди, что сзади, да, то есть вот эти линии. Натяжение этой линии, что фиксирует позвоночник. Они идут вдоль, по рукам, по ногам, фиксирует каждый сустав, защищая его от перегрузок. Это важно для тех, у кого артерозы. А кто еще сделал, кроме Валентины и Маргариты? Что вы чувствуете? Напишите. Кстати, это же упражнение хорошо фигуру подтягивает, поэтому женщинам это обычно становится интересно. То есть, вот это упражнение, оно что делает? Скажем так, оно натягивает вот эти самые сухожильно-мышечные меридианы. И мы сейчас что сделаем с вами? Мы с вами сделаем еще одно упражнение. Это подводящее, скажем так, упражнение, которое стабилизирует спину, помимо всего прочего. То есть, мы разобрали с вами, как можно там уменьшить боль в пояснице, если боль хроническая, при этом не потерять тонус и не перекачать спину. И это упражнение мы, скорее всего, сделать не успеем, к сожалению. Не уложились. Так, Светлана, легче стало во всем теле? Вот, отлично. Правильный результат. Когда мы с вами, скажем так, даем правильную нагрузку себе? Так, у нас три минуты. Давайте быстро по ошибкам. Что делать не надо? Первое. Всегда начинайте занятия, в том числе здоровьем, с точного диагноза. Почему? Потому что, скажем так, проблема какая? У меня часто бывает такое. Я всегда поддерживаю людей, которые занимаются по моей системе, если у них что-то непонятное, они мне пишут на электронную почту, я им объясняю ситуацию, я им корректирую практику. Часто бывает так, что у вас женщина, у меня занималась по программе против артроза. Почему? Потому что, ну вот, колено болит, тазобедренный состав болит, и так далее. Я говорю, ну, то есть, ей эффекта вроде бы нет. Вернее, есть, но такой, знаете, слайденький. Что-то не в порядке, надо разбираться. И через какое-то время она говорит, Сергей, ну, как бы, понятно, что артроз, скорее всего, далеко зашедший, уже толку не будет, сустав почти разрушен. Давайте, я хочу заниматься еще и спиной. Я говорю, ну, пожалуйста, запрещают. Вот она там, докупает курсы, начинает заниматься по спине. И тут у нее проходит артроз. И выясняешь, что просто неправильно поставленный диагноз. У нее не было артроза, у нее был остеохондроз позвоночника и как раз вот эти боли, они были обусловлены, чем все тем же самым с седалищным нервом, то есть давлением с седалищным нервом. Второе, где болит, там и лечит. Потому что это очень важная ошибка, которую делают практически все. Вот я вам сейчас показал, да, что вот при, болит голова, болит там между лопатками, делаем вот это упражнение. И сразу предупреждает, что оно не лечит. Оно только снимает симптомы какое-то время. Почему? Потому что, помните, при искривлении позвоночника у нас два этажа. Нижний и верхний. Вот у вас болит, да, второе. Если у вас не имеет пальцы, отдает плечо, там еще что-нибудь, голова болит и так далее. Если вы будете вот только для этого места упражнения делать, толку не будет. Почему? Потому что вот на эту зону мы никак не воздействуем, а причиной верхнего искривления будет нижнее искривление. Понятно, да? Третье, поиск волшебных таблеток для анразовых решений. То есть, ой, это же комплекс, его же делать постоянно надо и так далее. На самом деле, постоянно, но не каждый день, не обязательно каждый день. То есть, вы можете через день заниматься, этого достаточно. Почему? Потому что, скажем так, у нас осанка каждый день корректируется. И вот эти искривления позвоночника и так далее, они что? Они ответ нашего организма на условия жизни. Когда мы занимаемся постоянно, мы каждый день или через день организму говорим, что надо держать правильную осанку. Он ее держит. А если мы этого не делаем, он начинает поддаваться другим сигналам, которые привели его к искривлению. Поэтому, извините, если вы хотите иметь здоровый спин, вы должны заниматься постоянно. Ну, это ладно, пропустим. Силовой подход. То есть, когда вы упражнения начинаете делать как гимнастические. Эти упражнения, которые мы с вами сегодня делали, это не гимнастика. Это настройка организма. Там не надо силу прикладывать, как будто вы штангу поднимаете. То есть, тут наоборот, чем меньше усилий вы прикладываете, тем выше эффект получается. Так, время мы исчерпали. Ну, пару слов о том, скажем так, с чего я рекомендую начинать. То есть, у меня несколько программ. То есть, базовая, полная программа, она стоит из шести курсов на данный момент, да, но не всем эти шесть курсов сразу нужны. То есть, поэтому, если вас беспокоит только спина, я рекомендую начинать с программы стопостях андроза. То есть, эта программа состоит из двух курсов. Айки Цигун 1, здоровая спина за 10 минут. Из нее мы упражнение с вами делали. И упражнение Айки Цигун 3, комплекс Айки Цигун 3, секреты жизненной силы. Тут мы что получаем? Мы получаем два эффекта сразу. Первый, это восстановление правильной осанки. Да, это первый комплекс. Третий комплекс Айки Цигун 3, он закрепляет этот результат. Особенно это важно для женщин. Почему? Потому что у женщин, как правило, мускулатура спины слабая, им жизненно важно, в отличие от мужчин, нарабатывать систему сухожильных мышечных меридианов, которые будут стабилизировать спину. Понятно, да? Далее. Тем же, кто хочет заниматься по полной программе, сейчас, я буквально еще пару слов займу, пару минут займу, надеюсь, не сильно сейчас задержу. Каждый курс состоит из чего? Из электронной книги и видеофильма. Плюс обратная связь. Если что-то непонятно, вы всегда можете мне написать, но, как правило, скажем так, особых проблем не возникает, и вопросы не такие, что... Вот, Сергей, у меня непонятно, не получается вот это. Я говорю, прочитайте вот эту страницу книги. Человек читает, а, да, точно. Основной к этому сводится, потому что все упражнения очень простые. Важны не сколько сами упражнения, сколько последовательность. И, наконец, полная программа, кто хочет работать, скажем так, комплексно прорабатывать свое здоровье, то есть, кого не только спина беспокоит, то я рекомендую, скажем так, занятия по полной программе. То есть, это базовый уровень, пять ступеней. Упражнения тут заниматься нужно каждый день, но вы будете тратить максимум 30 минут. Но при этом вы прорабатываете все. То есть, здоровая спина, понятно, стихонроз, да, правильную осанку восстанавливаем. Вторая ступень, мы работаем с уставами, то есть, боремся с артрозом. Высокого артроза, стихонроза. Третья ступень, она усиливает действие первых двух ступеней, и плюс ко всему, она очень мощно усиливает иммунитет и замедляет старение организма. Четвертая ступень, запускать механизм омоложения внутренних органов за счет чего? За счет того, что восстанавливает правильное кровоснабжение внутренних органов. И, наконец, пятая ступень, вот то, что мы с вами сейчас делали, да, вот со стеночкой. Тут мы закрепляем, прокачиваем вот эту систему сухожильного мышечника меридиана, которая что делает? Укрепляет спину, укрепляет суставы и защищает их от всего. То есть, полная программа, она состоит из, вот это упражнение тоже, к сожалению, не успели. Из пяти курсов. И времени будет занимать у вас максимум 30 минут в день. И вы это время найдете, почему? Потому что, ну, грубо говоря, у вас больше свободного времени появится, за счет того, что больше энергии. Хорошо, у меня все. К сожалению, не успеваем больше ничего. Времени маловато, я обычно два часа выступаю. Если вопросы возникнут, то обращайтесь к Надежде, да, она мне переадресует, там мы с вами свяжемся. Пока всем спасибо, будьте активны, не вешайте нос, да, то есть, это, скажем так, костюхондроз, это заболевание, которое реально победите, восстановите радость движения и так далее. У меня все. Всем спасибо, кто заинтересовался, проходим по ссылочке. Здравствуйте, любимые. Подскажите, пожалуйста, как меня слышно? Слышно ли меня? Сергей, если у вас есть еще время, вы можете еще договорить, потому что у нас следующий выступающий на 21.30, но так у нее просто записано почему-то, и она планировала на 21.30. А так проходите, пожалуйста, любимые по ссылочкам, удивительный курс Сергея, либо сами смогли сегодня почувствовать эффект от этих простых, но очень эффективных упражнений, поэтому проходите по ссылочкам, регистрируйтесь, пользуйтесь этой уникальной возможностью. Если есть какие-то вопросы, можете написать здесь в чате. Огромное спасибо Сергею за прекрасное выступление, за то, что он делает, за такие полезные упражнения. На самом деле, для тех, кто проводит много времени, сидя за компьютером или еще как-то малоподвижный образ жизни ведет, это просто необходимый. И вы можете сегодня приобрести полный комплект курсов Айки Цигун 5 в 1. Сейчас я включу вам презентацию. А также можете приобрести курс Стоп Остеохондроз, состоящий из двух частей полного курса. Проходите по ссылочкам, ознакомьтесь, срегистрируйтесь. Просто достаточно кликнуть на голубую ссылочку, вы попадете на страницу. Далее, там, для того, чтобы зарегистрироваться, необходимо внизу ввести ваше имя, e-mail, почту. E-mail – это ваша почта, внимательно, по-попу, а также Skype, телефоны. Нажимаете зеленую кнопку «Оформить заказ» и автоматически попадаете на страницу, где сможете выбрать удобный вариант оплаты. Также можете написать в Skype. Мне Надин Богданова, Сергей, если вы будете готовы, как бы мне просто сообщите, я дам вам возможность договорить, дообщаться. Если есть такое желание. Вот, сейчас покажу, курс увидела. И также сегодня можете приобрести вот такой курс со скидкой. это неполная программа. Вы можете выбрать как полную программу, так и неполную, как вам будет угодно. Вот я вижу, что Мирославушка пришла, сейчас у нас следующий спикер, поэтому приходите, приглашайте своих близких, проходите по ссылочкам, которые нам предложил Сергей Ли, и вы сможете освоить курс Айки Цигун, который очень хорошо помогает для остеохондро, для, ну, исцеляет остеохондроз, помогает для позвоночника. Полный тур сдала ссылочку и даю еще раз на комплект стоп артроз. Если что-то еще вас интересует, вы мне скажите, можете написать в скайп Надин Богданова, галанник 888. Сейчас у нас будет следующее выступление, очень-очень интересная, новая тема Мирославы Коловини, поэтому оставайтесь с нами и приглашайте своих близких, будет очень интересно и полезно. В курс входят даже вот состоящие из двух частей Айки Цигун 1 и Айки Цигун 3, программа стоп артроза. Две книги, два фильма, быстрый и стойкий эффект, прилив силы и энергии от 15 до 30 минут в день или через минимум ограничений и максимум эффекта. Проходите по ссылочкам, для кого важно, и вы сможете увидеть там, что курсы сегодня продаются с акцией. Курс стоп артроз стоит 5, более 5 тысяч, и сегодня вы можете приобрести его практически с 50% скидкой, заказать комплект курса, и вы получите здоровую спину за 10 минут, так называется первая часть, которая быстро устраняет причину остеохондроза позвоночника и его симптомы, и восстанавливает правильную осадку, а также забавляет от хронического мышечного напряжения. Сегодня вы могли убедиться в эффективности упражнений. Также комплекс Айки Цигун-3 это секреты жизненной силы, которые стабилизируют ваш позвоночник и суставы, защищая их от перегрузок и тем самым закрепляет эффект комплекса Айки Цигун-1. Кроме того, практика Айки Цигун-3 мощно стимулирует организм, улучшает обмен веществ и энергии, а также усиливает тонус, либидо за счет стимуляции эндокринной системы. Все эти комплексы усиливают друг к другу, давая быстрое и стойкое избавление от обострения остеохондроза позвоночника, головных болей, мигрений, а также боли в шее и спине. Совместное применение комплексов позволяет ощутить эффект от упражнений в течение нескольких дней. Уже на третий-четвертый день вы почувствуете заметный прилив сил и энергии, не говоря уже о хорошем настроении и мотивации. Практикуя хотя бы три раза в неделю вы надежно тормозите процесс разрушения ваших миспозвонковых дисков и суставных хрящей. Метод Айки Цигун основан на естественных практиках воздействия на физиологические механизмы, поэтому при соблюдении рекомендации абсолютно безопасен. Приобретайте комплект 100-постеохондроз с 50% скидкой, для этого достаточно кликнуть на голубую ссылочку и вы попадете на страницу, где можете внимательно ввести ваши контактные данные, имя, e-mail, адрес электронной почты, внимательно по буквам, а также скайп и телефон, чтобы можно было с вами связаться и нажимаете зеленую кнопочку оформить заказ и автоматически попадете на страничку, где сможете выбрать удобный вариант оплаты. Если возникнут какие-то вопросы после оплаты, можете написать ко мне в скайп на день Богданова, это Москва, а также галлоник 8888. И также можете приобрести, конечно, полный комплект курсов, это полная комплексная программа, также со скидкой 5 в 1, и вы подробно узнаете о причинах развития заболеваний и о многом другом. Первый я перечисляла, там есть еще вторая часть, это молодость ваших суставов, которая останавливает процесс разрушения суставов, восстанавливает нормальный процесс питания суставного хряща и повышает устойчивость к воспалению боли, а также стимулирует иммунную систему. Третий курс тоже перечисляла, это секреты жизненной силы, четвертая часть меридианальная гимнастика, которая направляет генерированную энергию по сети сухожильно-мышечных меридианов по вашим внутренним органам и для их восстановления и омоложения. Комплекс пятый айкицигон, это укрепление сухожильно-мышечного каркаса, который подтягивает фигуру, проблемные места за счет укрепления и прокачки сети сухожильно-мышечных меридианов, которые формируют прочный защитный каркас и надежно оберегают ваше тело от перегрузок и травм. Метод айкицигун основан на естественных практиках воздействия на физиологические механизмы, поэтому при соблюдении рекомендаций абсолютно безопасен. И также сегодня вы можете приобрести его с огромной скидкой, обычная стоимость составляет 13 тысяч рублей почти, а сегодня можете купить за 5,399. Проходите по ссылочке, дальше на страничке внизу вводите ваши контактные данные, имя, e-mail, это адрес электронной почты, внимательно по буквам именно на него придут доступа, а также телефон, скайп, и нажимаете зеленую кнопочку оформить заказ, и автоматически попадаете на страницу, где будут удобные варианты оплаты, разные варианты, вы можете выбрать тот, который вам особенно удобен, если какие-то еще возникают вопросы, пишите мне в скайп, Надин Богданова, также можете написать в скайп у них 888, и мы с удовольствием вам поможем произвести оплату. А сейчас хочу вам представить нашего следующую гостю, спикер, почему-то очень хочется, знаете, так ласково все время сказать, Мирославушка, я не знаю почему, вот такое особенно теплое чувство и выражение вызывает Мирослава Коловини, несмотря на то, что огромное количество регалий, даже, знаете, наверное, придется долго-долго перечислять, и на самом деле можно долго-долго перечислять и не перечислить все, да, потому что займет все время, да. кто знает, да, вот, Мирославушка, Мирославушка, я еще вас не представила, я сейчас это, конечно, вас представлю, финалист мистического шоу на первом канале, черное и белое, победитель сверхъестественной, канал пятницы, участник... шоу на первом канале, черное и я сама, я сейчас не могу проектов, истинно, кто-то рядом на первом канале, Москва говорит о канал доверия и контр-тв, третий главный НТВ, поговорим и показываем НТВ, любимым о России одни, шоу Москва говорит о канал доверия и контр-тв, канал первичек, документальные и художественные фильмы, шоу у Валитина НТВ, шоу слово по словам канал ВИР и многие другие, мастер базы для денежной магии, маг, делитель, ясновидящие, решить любые проблемы, убережет от всех напастей, выдаст дамы, шоу и восстановит удачу, дадут взлет карьеры и вашему бизнесу, а также даст вам богатство, благополучие и любовь. Мирослав автор проекта и владелец газеты третьих глаз, ведущие телевизионные программы третьих глаз, потомственный народный целитель, академик академии наук, технологии, безопасности человека и природы, награждена орденом звезда магистра ордену святого Георгия за подающиеся заслуги в народной медицине, духовном и духовном целительстве, медалью лучший целитель третьего тысячелетия, орденом академика Павлова развития медицины, здравоохранения, также награждена орденом Петра Великого по задающейся заслуги в народной медицине и духовном целительстве, и дипломами первой степени до достижения в области народной медицины и здравоохранения. Награждена медалью красной среды участия в благотворительных проектах, является обладателем и прописием ряда пациентов на методики лечения заболеваний в области психологии, психиатрии и медицины. Приснана лучшим целителем России по направлению биоэнерго пиросии и прогнозирования спецификата фестиваля «Будущее через прошлое» и фиротического форума народной медицины на рубеже XXI века. Неоднократно принимала участие в народных конфессах духовной и народной целительной локологии медицины. Также является участникам международных 3-4 конгресса народной медицины России и прочее настоящее будущее. На международный конгресс современной технологии восстановительной медицины был вручен сертификат, подтверждающий, что Веруслава Калавин является руководителем секции методики ясновения современной жизни. Веруслава принимала участие в 7-м международном и 8-м международном конгрессе народной и духовной медицины в Сеулле и есть об этом субститаты. На фестивале «В будущее через прошлое» присуждено звание лауреата по направлению комплиментарной медицины. Лауреат отдают лучший свидетель России в 1912 году. Диагностируют с помощью ясновидения и яснознания. В работе используют биоэнергетику и психологическую реабилитацию. Отдаются лечению все виды заболеваний, в области прогнозирования катастроф, поисков природных сахаром, поисков параплавших и прогнозирования политических ситуаций и бизнес-классов. Обладают способностью влияние на любые жизненные ситуации. И все это Мирослава половине. И сегодня у нас очень интересная тема, хотя не очень стандартная для нашей аудитории, но тем не менее вы научитесь определенным через Мирославу будет очень интересной. И прямо навстречу вы узнаете обо всех разновидностях приворотов. Научитесь определенным признакам, по определенным признакам определять воздействие на ваших мужчин. Получите положительные зарядные изменения вашей ситуации. Научитесь методом годового очарования мужчин. Научитесь создавать рассрочку между мужчиной, извините, рассорку между мужчиной и разлучницей. Насколько человек получит ответы на вопросы с помощью нескольких человек смогут даже получить ответы на свои вопросы с помощью и сновидений. И также в конце мы проведем обряд на молодости красоту новости glass ... сегодня тема «Найти мужчину своей мечты, уберечь мужа от воздействий и создать полную чашу». Прошу встречать Мирославу Коловине бурными аплодисментами. Мирославушка, извините, пожалуйста, что я забыла ваше время. Здравствуйте. Меня зовут Мирослава Коловине. хочу сначала сделать объявление как недавно выяснилось я не совсем человек и оказывается я говорю в другом диапазоне на других частотах в общем-то я пошла проверяться в связи с тем, что у меня проблемы с вебинарами, кто-то меня слышит кто-то меня не слышит в общем-то приборно проверили и оказалось, что я говорю на других частотах с другим диапазоном поэтому если кто-то меня плохо слышит это не проблема моего компьютера это проблема вашего уха вы не улавливаете эти частоты поэтому оденьте наушники в общем-то мы уже проверили что в наушниках меня слышно лучше если во время обряда сегодня кто-то меня не слышит это не значит, что вы его не получаете вы его получите вибрации все равно дадут просто вы не слышите как-то